Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 октября и вот наконец-то дошла очередь до моего перца колокольчик. Сегодня я буду его тоже обрезать и снимать вот эти вот красивые, маленькие, как игрушки, такие прям замечательные плоды и выпотрашивать семена. Я вчера уже рассказывала вам про орликина, потом про вихрь, про гнома оранжевого. Вот я вчера орликина постригла, все я их выпотрошила. Если кому интересно, могу показать толщину стенки. Самый толстостенный, конечно, это вихрь. Смотрите, какая толстая, сочная стенка. И все они, и маленькие вот эти морковочки, и большие, и маленькие, и длинные. У меня получились все очень-очень острые. Кстати, получился очень острым и перец колокольчик. Хотя я много о нем читала информации, так ничего не поняла о его остроте. Вот многие просят, скажите, какой более-менее острый, какой более острый, какой менее. Про колокольчик пишут всякое. Одна девушка пишет, что он мне не подходит, он не очень острый. Другая пишет, что у меня колокольчик такой острый, даже после засолки, после мариновки я его достала. Его есть невозможно, он острый-острый, жгучий. Возможно, это различные сорта. Возможно, это как-то зависит от полива, от условий выращивания, я не знаю. Но вот у меня перец получился очень острый. И перец колокольчик получился действительно у меня самым-самым острым из всех. Я вчера попробовала одну, открыла, даже еле-еле чуть-чуть прикоснулась. Теперь не могу ни руки отмыть от этой остроты. И чуть затронешь, мне даже под ногтями, как я вот так раскрывала его, под ногтями до сих пор ржет. У меня получился перец колокольчик очень-очень острый. И в описаниях сорта, я читаю, часто написано, что это вот перец с Америки. Он именно позиционируется как острый перец, такой как приправа для таких, для острых подлив, для маринования. Что в банку при засолке можно один колокольчик положить. И вот тогда продукция, например, огурцы или что вы там делаете, будут острые, такие остренькие. Сам перец есть или не есть, это уже дело каждого личное. Но вот у меня получился острый. Еще какие интересные факты я о нем вычитала. Так как он у меня растет всего первый год, я сама не могу ничего, какого многолетнего опыта нет. Но я даже прочитала информацию, что сейчас после сбора вот этих плодов можно ветки обрезать, вот эти верхушки. В зиму он поспит, а весной он может снова проснуться. И одна вот женщина пишет, что он сильно долгожитель, что он может и 2, и 3 года в комнате расти. Многие его вот из таких красивых плодов используют как комнатное растение, как украшение. Но одновременно, конечно, используют и плоды. Но вот говорят, что он может еще отрасти. Не знаю, попробую. Мне не верится, конечно, в это, потому что он уже... Ну, а кто знает, сейчас у него уже все листики начинают опадать. Он, скорее всего, вероятно, чувствует, что на дворе уже зима. У них же как-то циклично стернует, они ощущают природу. Но если вылезет весной, новые листики появятся, я буду рада. Будет, значит, у меня колокольчик второгодник. Так, что еще хотела сказать. В этом году у меня не очень удачно получилось. Мне вот присылали, я уже говорила, 3 человека семена перца. Я посадила в разных местах. Рос в открытом грунте, рос в теплице и рос вот в ведре. Ну, как огород на балконе, в кашко вот в ведре. Не вызрел ни в открытом грунте у меня, ни в теплице уличной. Вызрел только вот этот, который растет в ведре. Сейчас я покажу вам, как он у меня растет в ведре. Вот так. Так, просто он у меня в ведре растет и привязан к такой, к этой карматуре, короче. Потому что он высокий, он начал заваливаться. И мне потом уже в комментариях написали, что он, оказывается, тоже тугодум, его надо сеять намного раньше. Особенно если высаживать в теплицу, там надо в январе вообще начинать посев. Я, конечно, с посевом немного опоздала, но, как всегда, первый год у нас не все сладко-гладко получается. Я всегда говорю, что по первому году я никаких даже выводов не делаю. На будущий год начну все сначала, снова посею колокольчик. Посею его на месяц или на три недели раньше, чем другие наши перцы. И постараюсь, чтобы он все-таки вызрел, ну, как сказать, в традиционные сроки, например, в сентябре, там, в августе. А, конечно, не в октябре. Вот его до октября здесь держать. Если, например, 10 кустов садить, я если домой занесу, мне места самой не останется. Он очень раскидистый, видите, как вот у него ветки далеко, еще в ширину, и туда, и сюда, вот тут до самых часов дорос. Он очень большой, он может, написано, что его рост, высота зависит от условий выращивания. Если ему предоставить хорошие условия выращивания, может вырастить человеческий рост полтора метра и больше. И размер плодов, наверное, все-таки тоже зависит от условий выращивания. Мне казалось раньше, я когда смотрела фото, мне казалось раньше, что он должен быть больше, но у моего был ограниченный вот такой объем грунта. Может быть, если бы он рос в открытом грунте, и у него свободная корневая система распускалась бы туда дальше. Может, они были бы крупнее. У меня выросли не очень большие, но очень красивые. Мне так жалко их обрывать, они прям как игрушечные, так вот брякают друг об друга. Но это прелесть вообще. Я раньше видела только на картинках, теперь у меня вот у самой я налюбоваться не могу. Мне всегда нравится вот что-то, если вот природа создает же такую красоту, что-то необычное вот вообще. Ну вот посмотрите. Конечно, эта красота неописуемая, и острота тоже неописуемая. Я ведь такие вещи не могу кушать, берегу свой желудок, но будет как приправа. Я высушу, вот эти вот тоже у меня лежат. Я сейчас их порежу на маленькие кусочки, высушу, потом перемолю или перемелю, перемолю. И будет у меня вот этот порошковый красный перец натуральный. Что-то будем есть, а что-то можно добавлять потом, когда будем бороться вот с этими сослизнями и с разными. Нынче упустила время. Все, до свидания. Вот я обзор острых перцев, которые занесла домой, почти закончила. Остался там еще один перец, который, название утеряно, называю его Красные шапочки. Очень тоже интересно. Покажу его, ищу его, и все. Потом все обрежу, все выпотрошу. Ну вот колокольчик у меня созревал очень долго, очень-очень долго. Надо садить его, скорее всего, раньше. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И вот такой вот гость из Америки, экзотический, красавец, острый перец, колокольчик.